Всем привет, друзья! С вами Болтарес, и мы продолжаем проходить эту загадочную, мистическую, визуальную новеллу, и прошлая серия закончилась в лучших традициях на самом интересном месте. Продолжаем. Используя пожарные лестницы на соседнем здании, он с легкостью оказался на крыше нужного дома. Пробирался он медленно и прислушивался к каждому звуку. Никто за ним не следовал, но воображение Стефана чего только не успело нарисовать. Да, мои нервы расшатаны. Стефан мечтал поскорее покончить с этим делом, вернуться домой и послушать парочку любимых пластинок. Но не тут-то было. Стефан оказался на первом этаже в зале магазина. Он прошелся вдоль рядов, раздумывая о том, что же такое можно взять. Тут он заметил подвеску, точно такую же, что была сегодня на шее мисс Гиллиш. Стефан схватил украшение с жемчужиной. Красивая, однако, жемчужина. Стефан прислушался. Ничего не происходило. Раз ничего нет, стоит это положить на место и уйти. Едва он протянул руку, чтобы вернуть подвеску на законное место, как почувствовал какое-то движение за собой. Раз ты взял его, должен заплатить. Этот голос был самый жуткий из всех, какие ему только приходилось слышать в жизни. Стефан услышал, как нечто приближалось к нему. Не помня себя, детектив побежал на крышу. А че нам даже не показали, кто там был. Пробежав за голубятню и встретившись с женки лицом к лицу, он немного успокоился. Отлично сработано, детектив. А ноги у тебя быстрые. Да, я прямо потерянный олимпийский талант. Ползет сюда. Вы посмотрите, какая мерзота. Что ползет? Ответ не заставил себя долго ждать. Перед ними оказалось... Ехидна! А ничего такая симпатичная. Существо наполовину женщина, наполовину змея. Мисс Гиллиш? Это была действительно она. Точнее, верхняя часть тела принадлежала милой девушке, а вот от пояса и ниже оно представляло собой огромное змеевидное тело. Как ты посмел забрать его? Она зашипела на детектива. О, ты об этом? Вот, можешь забрать. Стефан кинул кулон. Ехидна схватила его в воздухе и отбросила в дальний угол крыши за собой. Третий класс. Она не вор. Проклятье. Что еще за третий класс? Глупые люди. Пытаются украсть у меня мои сокровища и не желают ничего платить. Сомнений не оставалось. Именно она напала на троих подростков. Зачем ты расправилась с ребятами? Я более чем уверен, они бы вернули твои сокровища, попроси ты их об этом. Что значит попроси ты их об этом? Какого хуя они вообще, блядь, воровали и брали не свое? Меня вот этот вопрос больше интересует. Получили по заслугам, пошли они нахуй. Они украли одно из моих украшений, а значит должны были поплатиться. Так же, как и у супруги. Так же, как и вы. Не думаю, что это будет просто. Глаза Ехидны сузились. Не человек, хотя в тебя многое вложили от человека. Она стремительно приближалась. Не важно, я уничтожу вас. Она кинулась на них, но Жонки оказался быстрее. Он схватил Ехидну за шею и отшевернул. Она перевернулась в воздухе и плавно приземлилась. Затем разозленное существо набросилось вновь. Жонки бросился на нее, а они покатились к уборям. Парень пытался ухватиться за ее горло, но хвост Ехидны обвил его тело и сжимал все плотнее и плотнее. Хм, забавно. Ты не чувствуешь боли, верно? А если вот так? С этими словами она оторвала его... Ты что, блядь, делаешь? Ты что, совсем, что ли, из ума выжила? Как он без руки-то будет? Кроли не было, как и ничего другого тоже. Черная внутри, она лишь упала с глухим ударом. Зараза! Чтоб тебя! Блядь, он кто? Он Терминатор, что ли? Ха! А мне нравится эта игра. Перед Стефаном разворачивалось сражение. А он только и мог что стоять и смотреть. Плохо. Я должен что-то предпринять. Ну же, думай. Думай, Стефан. Ну, думай, Стефану очень и очень непросто в такой ситуации. Она наполовину змея. Чего боятся змеи? Стефан напряг извилинки и постарался вспомнить школьный курс биологии. Змеи на самом деле довольно пугливые. Хинока как-то рассказывала, что, попрыгав возле собачьей будки, ей удалось спугнуть оттуда змею. Значит, нужна вибрация, какой-то шум. Но как создать его? И тут на глаза Стефану попалась голубятня. Гринпис мне этого не простит. Да, мистер Хапфи тем более. Но он со всей силой ударил по одной из балок, держащей голубятню. Изначально непрочное строение рухнуло. Стревоженные птицы беспокойно защипетали и вылетели из своего дома. Ехидна испугалась и скорее инстинктивно ее хвост ослабил хватку на считанные секунды. Этого оказалось более чем достаточно для женки. Юноша, не теряя ни мгновения, залез в карман куртки и завлек нож. Сделав сильный замах, он нанес удар в лицо Ехидне. Существо неистово завопило, ее хвост отпустил жертву. Жонки освободился. Парень спрятал оружие обратно. Она начала медленно рассыпаться на светящиеся пылинки. Вскоре от Ехидны не осталось ничего. Кто там? Черт вас дери! О нет, кажется мистер Хамфи. Жонки поднял свою оторванную руку. Высоты боишься? А? Уже слышали шаги мужчины. Раздался выстрел. Черт, полицейским нужно не только бумаги забирать у психов, но и само оружие. Это было предупреждение. Держись за мою руку, так словно от этого зависит твоя жизнь. Стефан до конца не понимал, что Жонки хотел сделать, но послушался его и крепко ухватился за запястье парня. Отлично. И Жонки прыгнул вверх. Они летели все выше и выше, все дальше и дальше. В ушах звенело, дыхание останавливалось. Он бы заорал от переполняющих эмоций, да не мог этого сделать. Скоро будет максимальная высота. Приготовься к приземлению. Чего? Мы будем падать? Держись, детектив. И они полетели вниз. Можешь зашивать аккуратнее. Я... Знаешь ли, не партниха себе тебе. Если плохо пришьешь, я не смогу ей пользоваться. То есть она, блядь, на нитках у тебя будет вершаться. Я правильно тебя понимаю? Не жалуйся, у людей в Африке этого нет. Ну да, если у людей в Африке отрывают руки, то их, блядь, не пришивают черными нитками. А-а-а. Их одежда из листьев и то имеет более аккуратные швы. Договоришься. Возьму ножницы и... Это ты мне угрожать решил? Последнее предупреждение. Стефан и Жонки находились в квартире детектива. Жонки сказал, что его руку можно пришить. Казалось бы, что может быть проще. Бери иголку потолще и нитку подлиннее и вперед. Но не тут-то было. Для Стефана проблемой было пришивание пуговицы, а тут целая рука. Процесс шел медленно и нудно. Ну я не знаю, есть ли смысл вообще интересоваться состоянием Жонки. Потому что я понятия не имею, что это вообще, блядь, за существо. Но он скажет, что... Ну что, блядь, значит, он скажет у человека, блядь, если бы не было руки. Он бы не сидел с таким лицом, скажем так, спокойным и умиротворенным. Поэтому лучше я не буду задавать лишних вопросов. Крепче спать буду. Стефан не стал ничего спрашивать у напарника про его состояние. В конце концов Жонки, скорее всего, ничего и не скажет. Да и имеет ли смысл спрашивать о боли у того, кто ее не чистует. Вот я, в принципе, то же самое сейчас и говорил. Что будет дальше? Ехидна никогда не принадлежала миру людей. Скорее всего, после ее смерти все воспоминания, связанные с ней, сотрутся у всех, кто ее знал. Значит, я о ней забуду? Возможно. Тогда нужно как можно скорее написать отчет. Эй, да кто тебя учил шить-то? Ты глянь, какой шов кривой. Жонки попробовал подергать рукой, и вышло это крайне неуклюже. Он будто бы впервые в жизни пытался ею управлять. Кошмар! Это худшая реставрация, что я видел. Переделывай! Ну, сейчас уже два часа ночи. Переделывай! Сейчас же! Ехидну, или точнее, мисс Гиллиш, никто не забыл. Старик из дома был недоволен тем, что случилось с Голубятней и огорчен пропажей единственной соседки по дому. Он продал свои владения и переехал, не забыв прихватить любимых питомцев и ружьем. Мисс Гиллиш родственников не имела. Ее магазин перешел в собственность города. Городу-то нихуя себе повезло. А Стефан положил на полочку папочку со вторым делом. Уже два дела у нас было. История 4. Воина, что защищает свою принцессу, лучше не злить. И то правда. Стефан, что ты делаешь? У меня тут учебный процесс идет. Жонки покачал голову и вернулся к чтению. Тем временем детектив держал маленького, извивающегося во все стороны дождевого червяка. Перед попугаем и в который раз повторял. Стефан, друг, ну же, скажи уже, наконец. Еще немного практики и все получится. Правда? М-м-м, ты станешь подающим надежды попугаем. И один из бродячих цирков тебя заберет. Ха-ха-ха, очень смешно. Я не сдамся так просто. Тут птица вытянулась, распушила хвост, расправила крылья. Стефан воодушевился. Попугай готов что-то сказать. Стефан, друг, ну давай же, блядь, говори, пернатая скотина. Стефан, дурак! Ну и Жонки, естественно, посмеялся. Внезапно затрезвонил старенький телефонный аппарат. Птица воспользовалась замешательством хозяина и утащила лакомство. Урок живого языка был сорван. Кто же там с утра пораньше? Он не спеша подошел к столу и снял трубку. Стефан Ватерк? Стефан Ватерк, вы там уснули от своего безделия, что ли? Не могу на вас дозвониться. Стефан переложил трубку к другому уху. Так и оглохнуть можно. И я рад вас слышать. Шеф, он наконец-то снял трубку. Давай сюда. Алло, Стефан, слышишь меня? Ну, пока есть чем. Есть новое дело для твоего отдела. Правда? И куда приехать? Ехать тебе никуда не нужно. А вот подняться на седьмой этаж в главный читальный зал библиотеки не помешает. Обратишься к ее директору. Это мой давний приятель. Я надеюсь, что вы, ребята, ему поможете. Интонация в голосе главного инспектора ясно давала понять, что он не очень-то верит в успех Стефана и Жонки. Конечно. Жду результата и постарайся в отчете писать поменьше этой мистической ерунды. Что это значит еще мистическая ерунда? Я вообще-то детально описываю происшествие. На том конце провода повесили трубку. Жонки, у вас появилась работа. Жонки оторвался от газеты. Где? В этом здании, наверху. Ничего странного не ощущал в последнее время, кстати. Жонки покачал головой. Ну что ж, пошли, побеседуем с директором библиотеки. Что может такого произойти в библиотеке? Из разговора с директором библиотеки стало ясно, что в последнюю неделю творились странности в главном читальном зале. У сотрудников пропадали обеды. Тем, кто засиживался допоздна, меречились голоса, а некоторые утверждали, что видели страшные большие тени. Странности происходили в течение дня и в рабочее время. То книги падали сами по себе, то посетители на ровном месте спотыкались. Пошли слухи, что здесь поселился полтергейст, что прибавило проблем руководства. Стали приходить любопытные дети и подростки, искатели приключений, а постоянные посетители, напротив, появлялись, появляются все реже и хотят отказаться от услуг. Более того, некоторые даже намерены написать жалобу и подать в суд за причинение морального ущерба. Пока Стефан задавал вопросы, Жонки изучал обстановку. После осмотра он сказал, что им нужно прийти сюда к полуночи. Руководство дало добро. Вот скажи, почему мы должны работать ночью? Я так полностью собью режим. Тебе же жертвы не нужны? Правда? Жертвы? Что здесь по-твоему творится? Узнаем. Но это точно не гном, который ворует носки. Глаза у парня блеснули уже знакомым для Стефана огоньком. Он медленно ходил между стеллажами. Детективу ничего не оставалось, как следовать за ним. Обстановка давала понять, что люди сегодня торопились покинуть библиотеку. Книги были не убраны. Некоторые из них даже оставлены открытыми. Кое-где на столах горели лампы. Лженапарник неожиданно остановился. Нашел. На кончиках пальцев Жонки образовались маленькие синие огоньки. Он провел руками по невидимой стене. Синие огоньки загорелись в воздухе, сжигая невидимую пелену. Это еще кто? Стефан и Жонки увидели перед собой двоих незнакомцев. Девушка-единорог и кентавр? Прекрасная светловолосая девушка с большими изумрудными глазами в изысканном наряде и украшениях. От человека ее отличал разве что Рог на лбу. Рядом с ней стоял могучий, мужественный воин. Кентавр? Назад! Резким движением он вынул из ножен меч и сделал выпад. Рефлексы помогли Стефану избежать ранения. Блять, еще бы чуть-чуть. Принцесса, назад! Воин сделал несколько резких движений, рассекая мечом в воздухе и давая понять, что владеет он своим оружием на должном уровне. В голубых глазах кентавра считалась его решимость сражаться до последней капли крови. Опять ошибка. Вновь третий класс. Чего? Мы вам не враги, мы лишь хотим поговорить. Для большей убедительности жонки поднял руки, показывая, что он безоружен. Его примеру последовал и Стефан. О чем это? А что вы здесь делаете? Не могли бы вы покинуть это место? Да, я бы давно покинул. Тут он скорчился от боли и ухватился за бок. Его одежда окрасилась в кроваво-красный цвет. О нет, ты слишком сильно махал мечом. Рана открылась. Принцесса, я должен доставить вас. А до тех пор не имею права умирать. Воин застанал от боли. Одной рукой он держался за рану, другой продолжал направлять острию меча на незнакомца. Даже в таком состоянии он был намерен сражаться. Какой тебе нахер сражаться? Ветеринара давайте вызывать. Мы, мы правда не хотели ничего плохого. Но нам нужно время. Как только мой охранник поправится, мы уйдем. Правда уйдем. Может, вам нужна помощь? Не приму помощи от того, кого не знаю. Девушка испугалась. На ее лице отразились растерянность и озадаченность, но ровно на несколько секунд. Она кивнула сама себе, собралась с мыслями, затем ухватилась за подол платья. Маленькие нежные пальцы разорвали ткань. Принцесса. Оторвав кусок необходимой длины, она начала перевязывать его рану. Не стоило. Замолчи. Я лишь остановлю кровь. Что случилось? Почему принцесса единорогов всего с одним охранником? И тот так ранен. Расскажи им. Я хочу, чтобы они знали. Пожалуйста. Кентавр тяжело вздохнул. Ему не нравились незнакомцы. Но против воли принцессы он пойти не мог. Воин спрятал меч и не спеша начал рассказ. У нас миссия. Согласно договору между двумя полукоролевствами необходимо доставить принцессу моему принцу. Нас было несколько команд. С лжепринцессами и охранниками. Все было просчитано. Противники не смогли бы нам помешать. Недалеко отсюда мы должны были встретить отряд. Но нас предали. Нам пришлось отойти от намеченного плана и спрятаться здесь. Брак по расчету, значит? И ты... Вы согласны на это? Девушка невинно улыбнулась. Опустила глаза цвета изумруда. Нервно перебирая пальцами, она ответила. Мой народ очень страдает из-за раскола. Так же, как и народ кентавров. Некогда единые народы теперь разделились. И это не принесло счастья никому. Мое замужество должно закончить муки всех и... Как мне говорили, северный принц единорогов мил и добр. Он обещал беречь меня и заботиться обо мне. Но ведь... Жонки опустил руку на плечо детектива и дал ему знак не вмешиваться. Стефан столкнулся с политическими реалиями невидимого мира, которые ему не понять. И уж тем более не ему их судить или менять. Стефан отступил с расспросами. В целом ясно, что опасности никакой для людей нет. Разве что неудобства. И то временные. Как только кентавр восстановится, они покинут это место. Другой вопрос. Сколько это займет времени и что сказать руководству? Может стоит убедить их принять помощь? Внезапно раздался грохот падающих в стеллажей с книгами. Появилась стая огромных существ, напоминающих волков. Черные огромные звери, у которых горели по две пары красных глаз, торчали острые клыки, перепачканные и застывшие на них кровью. Один только их вид вселял ужас. Нашли. Наконец-то. Так, ребята, походу сейчас будет месиво. Так и знал. Не стоило вам верить. Да, блять, а мы-то здесь при чем? Нет, это не... Одна секунда, и кентавр сделал сильный замах мечом. Детектив успел пригнуться. Меч рассек книжный шкаф за спиной молодого человека. Желкий схватил Стефана за рубашку и вытолкнул. Как раз вовремя. Верхняя половина шкафа рухнула на место, где секунду назад находился Стефан. Мы не позволим этому браку случиться. Земли юга будут забоеваны. Принцесса, прячьтесь за меня. Мы же здесь ни при чем. Почему нам не верят? Ну, я бы не сказал, что мы прям ничего не сделали. Что ты имеешь в виду? Жонки толкнул Стефана и сам отпрыгнул в сторону. Один из поверженных зверей, кинутых кентавром, едва их не задел. Мертвая туша начала превращаться в песок. Я снял занавес, за которым они скрывались. Это позволило баргестам их обнаружить. Баргесты? Эти волкоподобные существа? Через окна в главный зал забежали около дюжины кентавров. Половина из них тут же атаковала баргестов. Другая половина со своим командующим подошли к принцессе единорогов Южных Земель и ее раненому воину. Прости, что так долго. Мы никак не могли вас найти. Что случилось? Почему ты один? Ринтон, где Орис? Орису пизда. Он оказался предателем, за что и поплатился. Ринтон бросил быстрый холодный взгляд на свой меч и в который раз ухватился за рану. Она вновь закровоточила. Командующий встал перед ним, обнажая парные мечи. Уходи в оборону. Ты сильно ранен. Но я могу. Забыл уже свою клятву перед принцем. Тебе нужно жить. А мы с ним быстро разберемся. Хорошо. Благодарю командующий. Пользуясь небольшой заминкой, Жонки и Стефан нашли более-менее безопасное место, откуда смогли наблюдать за ходом сражения. Лженапарник улыбнулся. Задавец спал. Их смогли найти не только враги, но и союзники. А ты ничего не будешь делать? Это не моя битва. Но если ты мечтал умереть на поле боя, я не буду тебя сдерживать. Битва небольших отрядов шла не на жизнь, а на смерть. Прямо в библиотеке, ребят, вы представляете? Нигде такого не увидите. Либо ты убиваешь, либо убивают тебя. Другое правило здесь не действовало. Баргейсты стремились атаковать группами, разбивая отряд кентавров. Наличие четырех глаз оказалось для них большим преимуществом. Многие внезапные атаки кентавров получались напрасными. В то же время кентавры обладали бесстрашием и безразличием к физической боли. Стефан был уверен, получив хотя бы одну такую рану, человек бы упал в оборок от болевого шока, если бы не умер быстрее от потери крови. Глядя на жестокое сражение, он чувствовал, ощущал на клеточном уровне, насколько велика разница между обычным человеком и этими таинственными существами из легенд. Сколько времени прошло, Стефан мог сказать с трудом. Когда последний зверь был повержен, а его тело рассыпалось и превратилось в песок, детектив почувствовал облегчение. Закончили. Каковы потери? Дирк и Норд погибли. Еще трое сильно ранены. Те, кто в состоянии, возьмите убитых товарищей и помогите раненым. Нам нужно быстро уходить. А как же те двое? Кто, принцесса? Один человек. А вот кто второй, я так и не понял. Они сбежали, как только началась битва. Уверен, они были союзниками баргестов. Я так не думаю. Один из них ведь хотел помочь тебе, Ринтон. Доверие опасная вещь, принцесса. Я доверял Орису и получил удар в спину. Ринтон прав. Нельзя доверять незнакомцам. Вы слишком юны, его слегку обмануть. Разбиваемся на группы и уходим. Принцесса, попрошу вас принять полную форму. Девушка кивнула. Так и пусть они сваливают. Что? Мы свою задачу как бы сделали. Все тут шороху навели. Они сейчас уйдут и не будет никаких теней. И книги не будут с пола падать. Внезапно комнату озарил белый свет, настолько слепящий, что Стефан закрыл глаза. Тепло. Какое-то невероятное приятное тепло он ощутил каждой клеткой тела. Стефан ощутил спокойствие, гармонию и чувство безграничного счастья. Он открыл глаза и увидел удивительной красоты создания. Белоснежная лошадь с рогом и изумрудными глазами. Как красиво. Уходим. Стефан и женки стояли посреди разгромленного читального зала и наблюдали за тем, как постепенно в ночном небе пропадают фигуры. И что нам делать со всем этим хаосом? Полагаю, тебе можно начинать искать новую работу. Я знал, что всегда могу рассчитывать на твою поддержку. Теперь все будет в порядке? Как знать. Распад королевских кентавров и единорогов не принес ничего хорошего. Но никто не гарантирует счастье после их воссоединения. Но тот принц, он вроде как порядочный. И как ты жив до сих пор, будучи таким наивным? Мне часто говорят об этом. Однако я не обращаю внимания на подобные высказывания в свой адрес. Ты не просто наивный дурак, но еще и самоуверенный. Отец говорил мне, ты хороший человек, Стефан. Оставайся таким. Я стараюсь следовать его совету. Вот и все. Пошли уже. Угу, пошли. Они направились к выходу, но Жонки остановился. Что случилось? Стефан, ты должен уйти. Это еще почему? Уходи, Стефан. А ты? А мне нужно кое-что проверить. Жонки выглядел пугающе. Стефан не решился спорить с ним. Вместо этого он лишь притворился, что ушел, а сам спрятался за одним из чудом уцелевших шкафов и наблюдал. Какой он, а? Он же напарник сделал несколько шагов вперед, осмотрелся вокруг. Затем, держа вместе четыре пальца правой руки, нарисовал в воздухе несколько замысловатых знаков. Стефан почувствовал, как прошла воздушная волна. Хватит прятаться. Выходи. Неужели он понял, что я здесь? Нет, мне кажется, что Жонки обращается к кому-то другому. Я сделал барьер. Ты не выберешься до тех пор, пока я его не сниму. А ждать я могу долго. Видимо, нужно выйти. Это еще что такое? Одна из теней дернулась и поползла по полу. Она становилась все длиннее и длиннее, потом начала расти вверх, подобно пробивающемуся к солнцу ростку. Вскоре перед Жонки возникло нечто бесформенное и черное, как смоль. Кто ты? Боишься? Отвечай мне! Я сказал, отвечай! Я не причиню тебе вреда, если ты не причинишь его мне. Вы все так говорите. Сперва. Кто говорит? Все, кто хочет меня использовать. Кто ты? Можешь звать меня Тень. Понятно. Ты слабое существо, которое довольно легко подчинить себе и заставить служить. Второй класс. Второй класс. Он уже не в первый раз говорит подобное. Именно. Я приобрел свободу совсем недавно в этой битве, когда умер мой хозяин, и мне не хочется ее терять, так что позволь мне уйти. Я ищу кое-кого. Ты не знаешь? Я не знаю, Жонки. Не знаю, кто вор, которого ты ищешь. Знаешь меня? Слухи о тебе быстро расходятся. Едва я увидел тебя, как понял, кто ты. Знаешь меня, и тем не менее не показался, когда я тебя не выманил. Ты не хуже моего знаешь, насколько хорошо мир изнанки учит быть осторожным. Мир изнанки? Отпусти меня уже, Жонки. Хорошо. Жонки повторил свои недавние рисунки в воздухе. Стефан вновь ощутил воздушную волну, которая потрепала его волосы. Постарайся удержать свободу как можно дольше. Не хотелось бы встретиться с тобой в другой ситуации. Ну, шеф, да ты, видимо, смеешься надо мной, щенок. Пишешь в отчете про каких-то принцесс, кентавров и баргестов. Это вообще кто такие? Тебе нужно было идти в писателей-сказочники, а не в детективы. Телефонный разговор с начальством отдела о расследовании не клеился. И главному инспектору не понравился представленный отчет Степана. Бля, так пусть лучше напишут. Мы, наверное, как бы знаем, мы же там были. Что я, по-твоему, должен сказать, отчитываясь на собрании в отделении полиции? Ну, шеф, это чистая правда, я ничего не выдумывал. А доказательством может служить разгром после битвы. А вот это отдельная тема. Вы что там вообще творили? Как я теперь в глаза своему приятелю посмотрю? Насколько я знаю, ты с ним еще не виделся. Эм... Нет, сэр. Извини, спереди мне медленно. Разговор был окончен. Степан тяжело вздохнул. Если раньше он мог лишиться работы из-за отсутствия дел, то теперь из-за их раскрытия. Но кто виноват в том, что библиотека стала полем боя? Стефан, дурак! Без обеда тебя оставлю, будешь пиздеть, понял? Пиявка, атакуй! Женки пропал и не появлялся эти два дня. Чем он занимается, Стефан не знал. Да и, честно говоря, пока детектив хотел немного отдохнуть от всех этих приключений. Нужно подняться, переговорить с директором библиотеки. На выходе из кабинета Стефан взглянул на питомца. Стефан дурак! Стефан, может быть, и дурак, зато с обедом. А вот ты посажен на лечебное голодание. Понял? Птица сделала несколько шажочков по жердочке и клювом стукнула Стефана по пальцам, которые тот в раздумьях потянул к ней. Ауч! Атакуй! Стефан ожидал чего угодно. Криков, воплей, возмущения, угроз, да что угодно, но точно, но не дружелюбного рукопожатия и речи, переполненной восторгом. Директор библиотеки благодарил его за проделанную работу. Сперва Стефан решил, что тот головой тронулся от потрясения, но нет. Слухи о таинственном читальном зале в библиотеке и бушевавшем там полтергесте дошли до нескольких газетных издательств. Двое журналистов, одного из них оказались шустрее своих конкурентов. Они предложили директору заключить договор, согласно которому библиотека получит процент с продаж, а журналистам будет позволено досконально осмотреть место, сделать снимки и опросить персонал. Всего за пару дней, благодаря продажам увеличенного тиража газеты с публикацией журналистского расследования, удалось покрыть ущерб от сражения, да еще целая волна новых читателей объявилась. Почему полтергейс разгромил библиотеку? Почему именно в отделе любовных романов? Может это дух мужчины, что не смог жить без своей возлюбленной? А может это невеста, которая мстит за сорванную свадьбу? Столько предположений на этот счет, столько домыслов. Еще немного и этот зал станет местом, куда будут приходить парочки, желающие провести всю жизнь вместе. Популярность библиотеки резко возросла и радости руководства не было предела. Стефан почувствовал облегчение. А может быть даже и нам там какой-нибудь процентик перепадет? Что ж, кто бы мог подумать, что все так обернется, что именно так закончится его третье дело. Прощаясь, мужчина крепко пожал ему руку. Я ваш должник, Стефан. Если буду чем полезен, с радостью посодействую. В таком случае хочу попросить помощи в поиске литературы на одну тему. На какую такую тему? Возможно мы узнаем в истории номер пять. В чужом успехе мы видим лишь отражение собственных неудач. Стрелки настенных часов мирно тикали, отсчитывая время, которое уже не вернуть. Стефан сидел за рабочим столом, погруженный в собственные мысли и что-то писал. В маленьком черном блокноте было исписано порядка 20 страниц, но это совершенно не приближало его к разгадке. Детектив сделал еще несколько записей и составил пару схем. Заглянул на проделанную работу, закрыл блокнот и спрятал его в верхний ящик стола. Что же ты такое? Последние несколько дней он не видел женки. Тот без предупреждения исчез и не появлялся на рабочей месте с прошлого четверга. До сих пор не дав ничего о себе знать. Пользуясь отсутствием напарника, Стефан решил хоть что-то узнать о некоем мире изнанки. Он воспользовался помощью директора библиотеки и ему представили самые лучшие старинные современные книги и периодическую литературу по мистике, мифам, легендам, паранормальным явлениям и феноменам. Стефан погрузился в чтение и был разочарован. Словно у нас, у людей в корне неправильное представление об этих вещах. Нигде не упоминалось, что единороги или ехидны способны принимать облик человека, а среди вампиров есть животные. Баргесты вообще имеют другое описание, отдаленно напоминающее то, что он видел. Книги и журналы ему не помогли. Его личные наблюдения оказались весьма скудны. Всего лишь несколько фактов о самом жонке, которые не давали ему ровным счетом никакой почвы для размышлений. Да, каждое существо со своими особенностями и ценностями. Понять, кем является жонке с учетом неправильно изложенной информации в доступных источниках, невозможно. Больше похоже на гадание по кофейной гуще. От размышлений детектива отвлек посетитель. Нечасто кто-то заходит сюда, даже если дело касается работы. Фредди, Фредди. Это пришел Фредди. Привет, еще не покрылся здесь плесенью? Здорово, приятель. Какими судьбами? Решил принять предложение и перевестись в мой отдел? Фредди скептически улыбнулся и закатил глаза. Я нахожусь еще в здравом уме и доброй памяти. Парень подошел поближе к попугаю и погладил его. Птица радостно защебетала. Фредди! И почему эта птица не ведет себя дружелюбно с тем, кто ее кормит? То есть со мной. Кстати, а где жонки? А, ну... В этот момент открылась дверь и вошел уже напарник Стефана. День добрый. Фредди слегка вздрогнул. Он до сих пор не мог привыкнуть к взгляду этого парня. И хотя пытался не показывать этого, но побаивался его. Привет, жонки. Обратить внимание на долгое отсутствие жонки. Ну, это наши вот эти вот междоусобицы. Это мы потом с ним поговорим. Не обращать внимание на долгое отсутствие. Пусть Фредди считает, что у нас все хорошо. Жонки, рад тебя видеть. А ты что, мне, блядь, не рад? Что ты молчишь мне в ответ? Хм, у тебя какой-то вид потрепанный. Угу. Словно три дня не спал и держался на кофе. Знал в этой приятели, что он вообще не спит. И кофе ему при этом не требуется. У меня все под контролем. Жонки сел на диван и раскрыл свежую газету. С кем же ему пришлось столкнуться, чтобы так измотать себя? А так зачем ты пожаловал, Фредди? Ну, у меня есть личная просьба. Он впервые обращался к Стефану с просьбой, и этот факт молодому человеку не нравился. И чем же я могу помочь коллеге? Ну, вы же разбираетесь в этих странных штуках. Жонки свернул газету и пристально посмотрел на помощника главного инспектора. Штуках? Ну, да. Там вампиры, какие-то еще неведомые науки тварь и разные явления. Короче, в школе, где мой кузен работает учителем, произошел очень странный инцидент. Он просил меня о помощи. Когда я его выслушал, понял, что стоит обратиться к вам. Что конкретно произошло? Одна его учительница пострадала. Она оказалась покрыта огромным слоем льда, который не тает и не бьется. Он тяжелый настолько, что его даже сдвинуть невозможно. Похоже, дело и впрямь по нашей части. Фредди кивнул. Служебная машина заедет за вами через час. Школа находится на окраине города. Моего кузена зовут Питер. На месте он вам все расскажет более подробно. Это на весь день выходит. Могу я тогда попросить тебя приглядеть за попугаем? Без проблем. Кстати, я все забываю спросить, а как его зовут? Попугай? Ну, если честно, я ему еще и не дал имя. Да, хозяин из тебя так себе. Это точно. Ой, да ладно вам? И когда-то они успели найти общий язык. Зато можно выбрать ему имя сейчас. Фредди погладил попугая, отчего птице стало выглядеть заметно счастливее. Ну вот, поэтому попугай и как бы на нас обиделся, потому что он был без имени. И твои варианты? Снежок, перышко, кусь-кусь. Что блин за кусь-кусь? Какой нахуй кусь-кусь? Откуда у тебя вообще такие идеи? Пиявка. Ему не нравится. Он хорошо говорит это слово. Пускай и будет пиявкой. Птица захлопала крыльями. Стефан дурак. У него и эта фраза хорошо получается. Это все ты учишь птицу неприличным словам. А как насчет император? Попугай распушил перья на голове, вытянул шею, уставился на Фредди и заморгал маленькими черными глазками. Ну, что скажешь, император? Император! Император! Значит, решено. Ему, походу, понравилось. Только не учи его ничему странному. Конечно. Когда-то я учил императора чему-то странному. Стефан пожал плечами, и этот парень опять пополнил словарь попугая теми еще фразочками и словами. Стефан и Жонки сели в служебную машину. Водитель оказался из малоразговорчивых. Через полчаса езды Степану надоело вести монолог. Он включил радио, поймал любимую волну, и в салоне заиграла спокойная и умиротворяющая музыка. Жонки сидел на заднем сидении настолько тихо, что создавалось впечатление, будто его нет. На все попытки Степана завязать беседу он отвечал короткими дежурными фразами. В конечном счете детектив бросил всякие попытки разговаривать кого-либо в этой машине и сделал радио погромче. Так они ехали еще полчаса. Едва старенький автомобиль подъехал к нужному месту, как к нему тут же подбежал парень лет двадцати. Это был Питер. Молодой учитель вел себя очень взволнованно. Ему не удавалось скрывать своего беспокойства. Закончив формальное знакомство, он поспешил проводить детективов на место происшествия. Водителю предстояло ждать коллег, пока они не закончат. Но мужчину данный факт нисколько не расстроил, а скорее наоборот. Он практически без сна разъезжал двое суток. Так что, недолго думая, водитель закрыл изнутри машину и погрузился в сладостный мир грез, по которым успел сильно соскучиться. Ну а мы оказались с Питером по ходу дела в женской раздевалке. И что мы будем делать здесь, узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.